Но пока вы будете смотреть сегодняшнее видео, я пойду играть на сервер AgeMine. Это уникальный политический сервер Minecraft, где тебя ждет много нового и интересного. Развивай свой город и государство, зарабатывай деньги и торгуй со всем сервером. Заводи новых друзей, приглашай старых, играй с интересом, захватывай мир. IP сервера, версия и ссылка на группу ВК на экране и в описании. Жду тебя. Всем привет, с вами Эмбра, мы продолжаем нашу кампанию за Российскую империю. В прошлой серии в комментариях вы там писали, как же нам решить религиозный вопрос. Я посчитал комментарии, также количество лайков на этих комментариях и побеждает у нас вариант с православием. Хотя вот светское государство, оно было очень близко, там чуть ли не 50 на 50 шло. Ну, мне, конечно, второй вариант больше нравится, потому что здесь и политку получим, а она нам сейчас, кстати, нужна. Покажу для чего. Ну и стабильность, которую желательно тоже накопить. А поддержка войны, которую мы здесь получили, плюс 10%, ну, какой смысл, у нас ее больше 100%. То есть здесь соточка, и там мы видим от наступательной войны минус 20 еще. То есть там очень много ее у нас. А стабильность, ну, из-за войны на 30-ку просела. А нам нужна здесь политка смотреть, для чего мы можем поставить партийную систему двухпартийную. Да, затраты на командующих, на советников будут больше на 10-то процентов. Ну, во-первых, 10% это фигня, во-вторых, мы уже поставили всех, кого надо, поэтому двухпартийную можем поставить. А вторая партия тут, ну, кстати, ближайшая партия популярна, это у нас Союз Русского Народа. Глава, кстати, тут Колчак. Колчак, иначе, да? Ладно. Ну, ради прироста политки, стабильности, это можно взять. А также еще тут можно поставить сторонника ненасилия Артема Булатова. Он забирает поддержку войны, забирайте сколько хотите, ну, чтобы соточка оставалась, но все равно. И стабильность плюс 10%, так что сейчас политику нам нужно будет подрастить, и это дело возьмем. Ну, также можно взять еще тут Марковый Сергей, который дает возможность нам получать больше опыта армии. А за счет него мы будем прокачивать нашу технику. Да, я тут понаделал кучу средних танков. У нас там их сколько? Средних 4500 вообще. Вот, поэтому мы тут сейчас пока что вместо современных будем использовать их, ну, и, конечно, параллельно производим основные и постепенно будем вытеснять средние. Разница не сильно прям... Хотя, хотя большая разница, да. Ну, ничего. Здесь еще как бы я же прокачал основные танки. Разница создается еще и благодаря этому. Главный орудий на пятерочку поднял, двигатель тоже. Так что эти дивизии у нас будут вполне себе быстрые. Скорость 10 километров в час. Ну, это быстрее, чем пешочком все равно. И по поводу дальнейших фокусов мы сейчас, кстати, политку и получим. Создание министерств. Для нормального функционирования государства недостаточно нашей полувоенной организации. Бюрократия — это фундамент государства. И пусть наш механизм станет громоздким и менее эффективным, однако он сможет решить рядовые проблемы без взаимодействия с руководством. Политка плюс 200%, так что мы здесь уже что-нибудь возьмем. Скорее всего, двухпартийную систему. Тут же еще прирост политки, так что инвестиция в будущее. А насчет Тайвана, насчет того фокуса, который мы не можем взять. Вот, тут сказали, не парься. Это фокус, который позволяет постепенно сделать Тайвань нашей марионеткой. Ну, как бы, не хочу я его делать нашей марионеткой. Пускай он находится в Японии. Еще как-то разбираться тут, использовать консоль, чтобы фокус взять. Ради такого я не стану. А тем более, там, ссориться с Японией, чтобы забрать Тайвань, там, другим способом. Еще лучше, так что нет, давайте не будем. Тут, кстати, они хорошо прорываются, скоро возьмут уже Бенгалию. Им главное здесь пройти, и там все. Тут уже леса будут, равнины, холмы. Ну, тут точно будут. А насчет людских ресурсов. Мы тут, знаете, Россию занационализировали полностью практически, и у нас 188 тысяч. Да, на самом деле, мы воевали против Советского Союза. И он потратил очень много человеческих ресурсов. Потери у него были огромные. А мы сюда пришли, и как бы, что, опять призывать их? Если посмотреть здесь, мы видим то, что призывников нету. Вообще, в Москве, вон, тысяча есть. Все, она уже уходит постепенно, все, ушла сюда вот. Теперь тоже нолик. Ну, я, конечно, знал, что Советы потеряли много людей, но чтобы прям так, что мы ни черта не получили от национализации, это, конечно, странно. Ну, это еще призыв-то ограниченно у нас стоит. Надо повысить до расширенного. Уже будет в два раза больше процента у нас, так что, надеюсь, будет хотя бы миллиончик. Потому что нам воевать и воевать еще. Тут, конечно, страны тоже потрепаны, но, тем не менее. Ну, кстати, будем еще танки делать. Там не так много людей требуется. Они в этом плане поэффективнее, конечно. Так, котел закрываем тоже. И здесь Бельгия пришла сюда. Кстати, Бельгия вообще молодец. Она накопила больше всех процентов Варскор. 28. Ну, это за оккупацию, да. Она тут понакупировала, конечно, нормально вдоволь. У американцев, конечно, дивок под 400 с копейками. Да. А у Британии 5. Вау. Нифига себе, у нее было 3, так 4. Ну, 5. Ладно. Стремишься к 500, наверное, перегнать американцев. Эх, союзнички. Ладно, так, давайте здесь. Есть смысл еще атаковать? Наверное, я Турцию брать не буду. Она ведь не в рамочке. Так ведь, скажи. Она не в рамочке, ее захватывать я не хочу. Ну, хочу, но атаковать здесь, в горах. Если делать это, то лучше, конечно, ручками. Автопланить я тут не собираюсь. Люди просто испепелятся у нас. А вот тут вот бы покатлить, это было бы вполне себе неплохо. Если, конечно, нам позволят так поступить. О, Лодзь. Мы сейчас возьмем его. Давай-давай, выбиваем вот эту мелочь. Придержим здесь их. Опа, встали, молодцы. А здесь Польша стоит, так что не пройдут. Минус 5 дивизий еще тут. Неплохо. Еще же можно и здесь пройти, так ведь? Ох, ты бомбят опять. Кенигсберг, Польша, ты там на своих двоих. Давай убегай. Так, давайте с плотко выбиваем их тоже. Давай быстрей, 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 быстрей. Молодец. А сейчас только через реку атаковать. А мы попробуем. О, да ты что? Давай. О, давай, да еще. Так, немножечко. Это... Ладно. Толпа пришла просто. Тут уже с толпой ничего не сделаешь. Можно, конечно, их немножко здесь вот пробить. Реактивный двигатель, кстати, готовый. Давайте поставим и производиться ПВО. Во. Нам ПВОшки очень сильно нужны. Как оказалось. Очень сильно. Да, пробить не можем. Ладно. Да, тут, ну, достаточно плотный фронт. Его прорывать пехотой дело неблагодарное. Хотя у нас есть легкие танки. Проблема в том, что они легкие. Вот эти вот наши новые легкие танки, которые пожестче, конечно. Я из них потом сделаю сороковушки. Тогда уже ни один фронт перед нами не устоит. Правда, снабжение будет жрать немереное количество, но ничего. Для нас это никогда не было проблемой. Из-за того, что здесь много штурмовиков, они гасят наши войска. Конечно, да, посылают наши союзники немножечко самолетов. Но это немножечко. Мы же вон свои послали в прошлой серии. Так они их все уничтожили. Поэтому сюда я их больше не ставлю. Пять тысяч истребителей. Две с половиной штурмовиков. Там до трех тысяч доходит. Бомбардировщиков куча. Не, спасибо. Пока что сюда ставить. Давайте я не буду. Все, политка у нас есть. Берем двухпартийную у нас систему. Опа. Прирост политки, кстати, по двушке. Уже почти. Если, конечно, не брать фокус, но мы возьмем. А возьмем мы, пожалуй, новый средний класс. О, в России будет средний класс. Основа нашего государства относительно обеспеченной и довольной стабильной жизнью граждане. Так называемый средний класс. Им совершенно нет резона выступать против текущего строя. Они аполитичны и довольны своей жизнью. Вы можете назвать это поведением домашней зверушки. Мы назовем это государством благоденствия. Скорость строительства плюс 7 и темпы исследований еще плюс 5. То, что нам и нужно. Бомбанули по Варшаве. А мы тут стоим. Да, тут у них прям хорошо. И главное то, что эти бомбы ты не перехватишь. Потому что у них 5000 самолетов здесь вообще-то. Это только истребители. Так что ПВОшки. Давайте будем их исследовать полностью при чем. Потому что эти вот первоуровни это бесполезно. Нужно хотя бы сюда вот дойти. Ну и здесь, кстати, они будут давать бронебонис хорошую. Посмотрите, 88 вообще. А с прокачечкой это побольше будет. Поэтому ПТО можно и не использовать. А наши основные танки уже и без ПВО, и без ПТО справятся с танками любыми. Давайте побольше нефти прокачаем. Здесь еще хрома. Тут хрома надо. Тут хром нужно поставить. Здесь в Киеве. Нам нужно сейчас хрома очень... О, здесь, кстати, плюс 14. Тут хром и алюминия, кстати, тоже надо нам. Тут давайте поставим. Где ж мы... А, вот здесь вот можно еще. А то я в этом закупаю. Здесь алюминий можно взять. Тут хром докачиваем. И в целом-то у нас во всем остальном очень даже скудненько. Угу. Хром бы я захватил, знаете, у кого? У, конечно же, Турции. Но оно на западе. Вот до запада телепация как-то такое себе. Будь он здесь, я бы уже захватил бы его, конечно. Его тут прям очень даже много. Но вот Стамбул или Константинополь, или даже Царьград, будет так он называться, когда мы его захватим. Тут можно его забрать прямо себе, чтобы контролировать Босфор и заодно хром тоже контролировать. Ну и Бурса тоже, тоже пролив есть. Поэтому, ладно, посмотрим. Сейчас давайте разбираться пока что с Польшей. Ого, Италии. Танки. Какие? Ничего себе. Там один чувак, наверное, на велосипеде. Танковая дивизия. Давайте еще раз попробуем. Может, получится все-таки? Да, ладно, я вас понял. Ничего здесь не получится. А мы... О, подожди, а можно же здесь как-то пробовать покатлить. Я понял. Просто надо атаковать с двух сторон. С одной стороны атаковать нельзя. Запрещено, у нас ничего не получится. Та из двух тоже тяжеловато. Да, давайте будем готовить основные танки. Насчет, кстати, людских ресурсов... Да, тут проблемос пошел. А быстренько они здесь справились, молодцы какие. И вернулся Британский фронт здесь. Ладно. Так. Тут уже получается все, врагов нету. Та-да, тут все. Поэтому часть дивок, которые здесь освободились, возможно, они обратно все-таки кинуты. Мы обратно будем истощаться, правильно? Не убегают. Чего себе убегают? И по истощению все теперь отлично. О, какие, а? Так, а здесь мы не истощаемся. Я просто 12 техдивизий перекинул сюда. Да не, нормально. Так, и нам нужно делать же эти танки. Во-первых, нужно повысить сначала до расширенного призыва, наш закон о призыве, и делать танки. Я хочу 6 сначала дивок сделать. Да, тут на часть хватает, на часть нет. Но по танкам у нас основных уже 2600. При том, что мы там уже часть забрали на создание дивизий. И новые, кстати, штурмовики. Как же не заколебали бомбить. Столько снаряги улетает, столько людских ресурсов из этих атомных бомб. Так, ну 6 дивизий здесь у меня не почти готовы. Давайте их сразу выпустим. Поближе давайте сюда вот. Так, и подходите в эту армию. Не нужно сделать, правда, еще 6 дивизий. А ну, по людским ресурсам у нас. Ну, четверочку можно пока что. Потом еще 2 доделаем. Летские ресурсы сейчас растут, но все равно очень слабо на самом деле. Придется походу повышать до обязательной службы. Ну, конечно, Китай. Если бы мы его захватывали целиком, на самом деле у нас было бы куча людских ресурсов. Ну, да, 2%, но здесь такое население, что 2%, как бы я уже говорил вам, это очень много. 2% от такого населения, ну, нам бы людей хватило бы. Танки подъехали. Вы у нас где стоите? Здесь вот. Ну, давайте теперь будем пытаться проходить уже с помощью них. Взял я еще великое посольство. Итак, идеология лишь оправдание, которое радикалы, трактористы и прочие отребья используют для управления обществом. Нам все равно, какие идеи исповедует та или иная страна. В конце концов, бизнес есть бизнес. Даже бизнес с коммунистами. Получаем стабильность плюс 7% и согласие с дип-действием. Ну, это ладно, главная стабильность. Особенно для России. А потом выходим в вопрос классового общества. Марксистская теория подразумевает деление общества на угнетенные классы и классы угнетателей. Некоторые партии также придерживаются такого деления. Нам также следует определить свое отношение к данному вопросу и, исходя из нашего ответа, ввести новую социальную политику. Из-за торговли получаем мы уже 100 фабрик. Красивенькое число здесь. Соточка нафиг. Капец. Можно, конечно, было призакрыть торговлю, чтобы получить, ну, больше алюминия в свое распоряжение. Но ради него переставать продавать все остальное как-то, ну, такой себе. Так, по поводу хрома. Вольны коммуны Индии. Можно у них еще взять немножко. Там, кстати, Новая Британия начала шевелиться, напал на Хайдарабад и на свободный город Бомбей. Опаньки. Винстон. Ну, тот, кто знает его, тот знает. Прохождение за целом сейчас очень хорошо смотрят. Там он играет одну из ключевых ролей. Так что, те, кто смотрят, те знают, о чем я. А я спойлерить не буду. А то вдруг там собираются еще посмотреть. Вопрос классового общества. Несомненно, люди не являются равными. Однако, это довольно сложно всем объяснить. Мы можем вернуть уже реформированные титулы и сословия, конечно же, с возможностью подняться по этой социальной лестнице. И если нужно, опуститься. А можем ввести титулы лишь в качестве государственных наград, что будет также удобно для сохранения лояльности верхушки. Возрадим титулы. Классовое общество. Получаем организацию дивизии. Кстати, война обязана населения. Скорость восстановления дивизии. Стабильность только упадет на 15. Так мы ее сильно хотели отрастить, что в итоге потеряем. Если возьмем этот вариант, конечно же, скорость 3-ти, что военных заводов плюс 7%. А лишь формально, значит... Ага, ничего не даст. Слушайте, но здесь бонусы прям очень вкусные. Людские ресурсы нам сейчас нужны хоть 1%, но это неплохо как бы. Организация дивизии, восстановление этих дивизий. 8% это очень хорошие проценты. Мы их, конечно же, не имеем здесь. Не можем взять такие прекрасные бонусы. Только у нас скорость дивизии тоже как бы хорошо. Но вот организация восстановления, высшее командование не имеет таких вот бонусов. Поэтому мы сможем компенсировать еще хотя бы вот этим вот нас духом. А стабильность? Да, 57%. Ну, кстати, все равно неплохо. Мы обычно на 0-е там сидим, играем. А 57% это уже уровень. Возьмем Булатова, он на 10% повысит, будет 67% уже как бы еще лучше. Можем, кстати, мы сейчас прокачать наши танки современные до САУ. 11 дней, кстати. 10 даже так. Нифига себе. Нормально. Поделаем еще современные САУ. Я начал еще ПВО производить. Сейчас запихну его в наши пехотные войска и начну нормально прорваться. Тут даже с помощью этих танков что-то мне не очень получается. А, да, и людские ресурсы. Сейчас я взял обязательную службу. Да, у нас скорость строительства снизилась на 10%. Производство тоже упало. Это максимально неприятно. Зато уже у нас не 5% призыв, а 10%. Плюс еще процентик получили с этого классового общества. Так что, должно сейчас оно расти. Я очень на это надеюсь. На самом деле, призывать уже в России почти некого. Но все же есть те, кто укрываются. А мы их найдем. Кёнигсберг, они побомбили атомкой. Теперь еще сделали выездку сюда. Вот теперь проходит. Ого, здесь итальянцев. Жесть. Почему итальянцам так важен этот Данцек? Нафига им вообще он нужен? И стоят при чем здесь? А, нет, вон еще немцы укрылись. Штучка полуубитенькая стоит. А, ладно, так. Давайте мы сейчас как-то поможем здесь, что ли? Чуть-чуть. А, танк стоит тоже дохленький. Ну, о, выгнали нас. Давайте еще раз попробуем пройти. Ого, здесь толпа, конечно, стоит. Надо танк такой подкинуть сюда вот. Другие уже не справятся. Давайте выбиваем. Опа, выбили. Причем так резко. То, походу, котел получился. И здесь небольшое истощение имеется. Поэтому танки некоторые не хотят подходить. О, подъезжает. Да, тут че только истощаемся. Насчет ПВО у нас 3000 уже готово. Ну, давайте его разместим по прокачке там у меня сейчас, где он находится. На вот этом вот уровне модернизация проводится. Потом возьмем усовершенствованное ПВО. Очень быстро все это изучается. И уже тогда самолеты нам не будут большой помехой. Давайте разместим сейчас войска ПВО. Итак. И упадет, конечно, чуть-чуть атака. Но вырастет противотанковая атака. Защита упадет. Хотя пехота ради защиты и делается. Но вот все остальное как раз таки нивелирует эту потерю. Бронебойность уже, кстати, 39. О как. А мы можем сейчас вместо арты еще запихнуть сюда поддержку ПВО. Ну, тогда уже атака сильно упадет. Да, она сильно. Минус 40 целых будет. Защита минус 44. Не, не, наверное. Все-таки лучше оставить здесь это. Также я убрал ремонтную роту и поставил сюда вот полевой госпиталь. По людским ресурсам все-таки проблемы, походу, будут нас преследовать до конца игры. Так что он здесь нужен. И сейчас я его прокачиваю. Воздушная атака 60. Вполне себе приемлемо. Давайте так пока что поставим. Пихать сюда больше ПТОшек, конечно, можно. Еще одну каску вот так поставить. На самом деле, да. Будет воздушная атака уже 120. Правда, организация будет уже 41. Ну, как бы тоже играть можно, но лучше, чтобы было побольше. Но воздушная атака будет прям хорошая. Защита минус 36. Прорыв. А ты это фигня. Хм. А давайте так сделаем. Да. Ух ты, бомбанули. Там танк рядом проезжал. Хорошо. А, поэтому попали танку. Класс. Ладно. Так, у меня там, конечно, немножечко дань. Минус 8 тысяч ПВО. Требуется его сейчас много, конечно. Я еще и САУ начал производить. Ничего, тут сейчас производство разгоняется. Нормально. Мы сейчас быстро это дело пополним. Ну, давайте сейчас попробуем атаковать. Здесь тысячи истребителей. Здесь тоже. И еще тысячи штурмовиков. Поставим. Чоп-авиации. О, у них тут меньше истребителей. Ну, они их подкидывают. 5 тысяч. Ладно. 6. Все. Все. 8. 9. А, 10 тысяч истребителей. Ммм. Может нам вообще самолеты не делать? А то какой смысл в этом, да? 10 тысяч самолетов у них. И вот как здесь атаковать, когда небо над головой? Вот такой вот вопрос. У них, ну, только маневренность лучше, чем у нас. А это самый важный показатель, на самом деле, в самолетах. И он слабее у нас, чем у них. Ладно. Я рассчитываю очень сильно на ПВО. А по поводу Финляндии тут, знаете, они выставку сделали. А у нас столица голенькая стоит. Китайцы начали сюда вот бежать, закрывать это дело. Ну, че, Корейцы. Давай-ка сейчас ты опять на Финляндии пойдешь. А, кстати, они нас здесь бомбят. Вон, по Твери попали. Так что, кто из Твери, ну, пардон. Здесь вон их самолеты летают. Москва? Давай, 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 пробей. Так, стоять. Кстати, людские ресурсы взлетели. Че-то их переклинило, они решили взлететь. Сначала до 100 тысяч, теперь 250. Значит, ПВО, новые стали. А, теперь стали не хватает. Ни черта себе, че, серьезно? Так, ну, короче, мы здесь пробились. Давай-ка теперь быстренько сейчас проходим вот сюда вот. Тут их надо удерживать. Давай-давай-давай, дорогуша, пробейся. Только главное поймать, если они будут идти сюда. Вот они, кстати, идут уже. Их давай-ка как-то вот так вот. Пробились отлично. Ну, кстати, шесть, две дивизии. Нормально. Восемь дивизий закрыли. При том, что я тут целую пачку отвел дивизий. И мы сейчас без нее сражаемся. Тут, вон, кстати, мы тут более-менее справляемся. Нам помогают союзники. Вы, какие молодцы. Обычно, блин, они стоят, ничего не делают. А тут он, китайцы. Ну, походу, войска девать некуда. Вот он их сюда отводит. Там истощаются. Так, их нужно распределить. Вот он их сюда вот и подводит. Так, нас здесь немножко сейчас, конечно, мучают. Так, давайте отобьемся. Пошел вон. А вот. А если мы попробуем еще раз здесь атаковать? Опа-опа-опа. Есть. Сколько здесь дивизий? Восемь. Десять. Десять дивизий. Неплохо. Кстати, полляма уже людских ресурсов. Прям хорошо пошло расти. Что-то оно резко решило так сделать. Бронебойниц, кстати, уже 56. То есть, наша пехота пробивает спокойно танки противника. И воздушная атака 166.4. То есть, мы уже и по небу стреляем прям очень даже хорошо. Жалко, ПВОшки прокачать нельзя. Я бы их, конечно, улучшил. Но в связи с тем, что у нас так много людских ресурсов, может быть, давайте мы сейчас сделаем еще 12 танков? Все. Средних танков у нас уже не хватает. Поэтому мы наши дивки модернизируем. Ставим современные танки. Оп-оп. И оп. Другое дело. Совершенно другое дело. Так только у нас количество современных танков. Та. Идеально. И куча еще САУ. Но САУ хочу пихать сюда, когда уже буду делать сороковушки. А их, наверное, уже прямо сейчас можно делать. Бронетранспортеров тоже много. Много основных танков. Давайте сейчас я переделаю эти дивки уже сороковушки. Получилось у нас как-то вот так вот. Две САУ сюда вот засунул. Они тут неплохой урон дают. Плюс 84. Конечно, все остальные характеристики у САУ ужасные. Но они только для урона по пехоте и нужны. Так что сейчас у нас он плюс 242. Противотанковая тоже выросла. И прорыв, главное, плюс 400. Бронебонусная вообще космическая броня тоже пойдет. Организация 30. Ну, для танков идеально. Прочность хорошая. Подавление даже. Ух ты. Можно ставить, подавлять вон сопротивленцев. Тут, кстати, в этой версии, чтобы подавлять сопротивление, нужно держать войска в регионах. Так что здесь обычно на фронте нет сопротивления. А вот дальше сопротивление бывает. В этой версии заодно пришлось привыкать. Так, все, пускай сейчас наши войска улучшатся. Там по нехватке что у нас? Не хватает немножко основных. Поэтому давайте мы вот так вот сделаем. САУ так много не надо. Там всего лишь две штучки добавил. Во. И сейчас я чувствую, что мы будем уже атаковать на автоплане. С такими-то танками. Ну, когда еще новенькие подойдут. Так, людские ресурсы, кстати, взлетают. Давайте до лямчика подбегите. Пожалуйста, до лямчика. Ну, не скачет туда-сюда. Резким рывком бывает до ляма все-таки доходим. А здесь что-то прям ужас какой-то. Закон о защите прав крестьян, кстати, мы взяли уже. Как бы то ни было печально, однако в последнее время среди крестьянства вновь начали распространяться идеи о хорошем советском государстве. Даже несмотря на коллективизацию. Нам необходимо предотвратить это, вернув им часть свобод, которую они получили, пока существовал Советский Союз. А теперь Россия простоит еще тысячу лет. Ого, тут тексты. Такие тут, в общем, немножко перекрыто даже. Двуглавый орел будет реяться над всем миром. Два рима палит, третий стоит. А четвертым не бывать. Отныне и вовек. Согласен. Нажал я, короче, автоплан. Уже 600 тысяч, кстати. Техники у нас хватает. Давай теперь будем агрессивно атаковать. По потерям, если посмотреть, у нас, ну, лямчик уже нарисовался красивенький, это да, это понятно. Но вот они, противники наши, потеряли тоже очень даже нехило так. Так, немцы. Ну, мы немцам сняли 450 тысяч, они нам сняли сколько? Ну, 670. Да, ну, конечно, сейчас потери у нас будут максимально не в нашу пользу, но тем не менее, нормально. Полевой госпиталь еще прокачивают до последнего уже уровня и можно здесь взять, я уже не знаю, а, корабли прокачивать. Хочу высадки вон. Десантные суда сейчас прокачаем, 100 дней. Скорость, кстати, исследования у нас очень хорошие. Мне прям вообще нравится. Прям кайфую с этого. Так, атакуем давайте. Здесь котел образовался, минус 4, кстати, дивизии. Там у них дивки даже немножечко исчезают. Это прекрасная новость. Означает то, что мы можем продолжать атаковать агрессивно, не убирая автоплан. На севере же тут ситуация нона какая-то прям не очень понятная. Мне две дивки, кстати, потеряли даже. Может здесь вообще не стоит атаковать? Подводная лодка 3, кстати, прокачена. Берем уже четвертую. Да, тут только, правда, не хватает у нас стали, чтобы их производить в таком-то количестве. Так, треть подводная лодка. Не хватает стали, но закупать ее толком-то нормально не могу, так что, походу, придется расчехлять нашу прокачку инфраструктуры. Только где? Тут уже везде сталь хорошо прокачена. Вот чем дело. На юге прям хорошо идем. В север что-то там, там река, понятно. Да и Данск там под итальянцами. Но здесь... О, бомбят. А Котовец это за что? Ну ладно, там Варшава... Ну Котовец это... Эх, ладно. Так, поиск уничтожения, кстати, готово. Штурмовики получили эффективность дополнительную. А здесь получат еще и маневренность. А также при восходстве в воздухе у нас будет получше. Наши тут истребители, ну не очень-то их хорошо достают. Здесь мемель забрали, где у нас была авиабаза. Сюда, в общем-то, еще направил. Дальше она просто не долетает. А здесь, ну тоже цепляем немножечко. Ну такое себе, конечно. Расчет идет у нас только на ПВО. На самолеты я вообще не рассчитываю. Вот Польша, ну почему не дать попользоваться твоими авиабазами? Нет, блин, приходится сдалека работать. А Берлин мы возьмем вообще или нет? Эй, дайте Берлин. Пожалуйста, вы что? Жалко что ли, а? Под укреплениями, ни черта себе, десятка. Десятка укреплений? Жесть. Германия, что ты даешь? Ты прям вообще что ли читаешь? Наизусть мои ходы. Что я буду брать Берлин? Или они после первого его падения застроили под десяточку? Походу учли опыт предыдущей войны. О, попознание-то не надо, пожалуйста. Так, у нас здесь девки вон куда убежали. Это, кстати, котел образовался. Это тоже. Опа. Конец, часть 1. О, тут кто-то еще есть. Хм. А я думал, что все уже ушли отсюда, когда драма подошла к концу. Но, видимо, даже мне свойственно ошибаться. Кто я? Нет, я не Элизабет. И никак с нею не связано. Мое имя вы не можете знать. Да и свойственно ли мне носить его? Вряд ли. Если только как обычное обозначение в какой-либо системе, не более. Однако, если вы так жаждете, то можете звать меня Минерва. Весьма непривычно, я полагаю. Но всяко не более экзотично, чем та Элизабет. В любом случае, забудем пока что об этой девице и всему с нею связанным. Вы же здесь не ради нее или я ошибаюсь? Молчите? Не бойтесь. Я вас не виню, прекрасно понимаю, что так заложено силами мне неподвластными. Хотя это кто-то и может изменить. Да, надобности я в этом не вижу. Как вам идея пока занять тот стул возле вас? Думаю, весьма практично, если учитывать, что мы тут надолго. Вернее, я надолго. А вы в любой момент можете покинуть мое поле зрения и раствориться во тьме, окружающей этот мир. Пройдет событие, конец. Часть 2. Все сейчас слишком погружены в свои заботы и понятно почему. Люди, достигшие победы в своей вечной борьбе, не знают, какое будущее их ждет. А единственный, кто мог их привести сквозь надвигающуюся безысходность, просто исчез. Вы знаете его, и вы убили его. Человек с фальшивым именем. Помните? Хотя простите меня. Вы же в его гибели не виноваты. Виноваты те, кто молча смотрели на это, не возразив и слова, пока судьба сгорала в его собственных руках. Уж очень тем людям нравились картины. Британская коллекция. Кстати, как думаете, стоило ли так поступать с ним? Не слишком ли жестоко? Нет, я вас не осуждаю. Не существует правильных и неправильных решений в абсолюте. Конечно, один бы древний грек со мной поспорил бы, но мои данные говорят об обратном. Все это существует лишь относительно субъекта, который совершил данные поступки. Но его позиция не может быть абсолютно даже в отношении себя. Ведь небольшая горстка эмоций может переменить его совсем в другую сторону. Что-то мы слишком о людях заговорились. Хотя я и не должна по идее интересоваться ими, а лишь собой. А может быть и наоборот совсем. Ведь неизвестно это тяготит, а я о себе знаю абсолютно все. В том числе то, что умирает каждую миллисекунду внутри меня. Рождается и изменяется. Странно от самой себя такое слышать, не спорю. Но само существование всего этого тоже является не менее странным. Или может быть необычным. Черт о себе тут у нас речи сдвигают философские. Часть 3. Ладно, я вас невероятно утомила. Вряд ли вы здесь ради этого. Наше время постепенно кончается, а этот мир умирает. Я бы могла подвести вывод ко всему произошедшему, но послушайте ли вы его. Да и не должен ли каждый прошедший через все это сделать свой итог. Но если вам все так же интересно послушать меня, то прошу. Этому миру однозначно конец. Он умер, чтобы воскреснуть. Хотя по мне это было еще той ошибкой. И умереть вновь. Вполне возможно это был один из этапов своеобразной судьбы. Для перехода к чему-то гораздо большему. Невероятному. Но все еще зависит от вас. Так ведь? Можете не отвечать. Ответ мне известен. Что ж, темнеет. Мне пора. Надеюсь я смогу с вами еще встретиться. Однажды. Любой конец это новое начало. Сьюзен Хейворд. Начинает там играть музыка. Я не знаю правда, меня за нее ютуб хлопнет или нет. Но я на всякий случай ее вырубил. Но музыка там конечно такая атмосферненькая. Да, вот такой вот здесь вот конец. Получается там по фокусам уже да. Россия простоит тысячу лет и все. Я думал то, что конец часть 1. Потом нам открывается еще миллион фокусов. И там будет в конце сам конец часть 2. Вот было бы конечно прикольно. Потому что здесь геймплея еще много. Как оказалось. Так, ладно. Но Берлин здесь конечно лучше окружить. Потому что ну взять его вот так вот в тупую. В лоб не получится никак. Здесь с Бельгией война будет очень быстрой. Потому что нам нужно взять только Брюссель. Да и здесь окружающие его территории. И все. Вот эта вся махина нападет. Моментально. Эти территории не национальные. Ох ты, и здесь сопротивление под соточку. Ясно, да, да. Тут будет с Бельгией очень-очень быстрая. Сражение. За Германией самое было напряжное. Эстония капитулирует. Ох ты, ничего себе. Берлин окружен. Мы сейчас его. Давайте. Берем. Опа. Падение Берлина. Это серьезный поворот. Та-дам. Итак. Германия уже почти пала. С потерью 2 миллиона. Столица у них в Гамбурге. Скоро уж туда добежим. Здесь я думаю, как можно поступить. Больше войска здесь сконцентрировать. И желательно, конечно, еще добить Данцика этот. Если, конечно, нам позволят так вот провернуть. Ох ты, вряд ли позволит. Там уже стоят эти итальянцы. Короче, можно еще взять, впустить змейки. Потому что здесь у них по войскам, ну, ситуация ужасная. А тут стоят и итальянцы, и все остальные. Тут же этих итальянцев нету. Ну, стоит одна. Все помогают этой Бельгии, которая падет очень даже быстро. А мы, тем временем, берем Гамбург. И Германия уже должна будет пасть. Столица вряд ли еще куда-нибудь улетит. Там проценты уже подходящие. Потом, чтобы Германия здесь уже все закончила. Кстати, у нас поддержка войны подупала. А, конвои. Минус 32% из-за конвоев, да. Я же там торговлю веду. Из-за того, что эти конвои ловят торговые, мы тут теряем поддержку войны. Ну, что поделать, мне как бы ресурсы нужны. Так что придется с этим как-то справляться. Здесь, кстати, много дивизии Германии и остальных ее союзников. Так что это хорошо, на самом деле. То, что они тут стоят, а не тут. Потому что, ну, на Финляндию, как бы, там, да, конечно, Петербург рядом. Но, тем не менее, нам главное сейчас захватить противников. Пусть они отвлекаются на все остальное, пока мы тут захватываем их. Давай, Гамбург. Быстрее. Берем. Ах, ты нас выбили нафиг отсюда. Ладно, сейчас мы его возьмем. Пройдем, конечно, сначала вот сюда вот. И будем бить уже сюда. Ну, давай. Немножечко. Помогите этим. Опа, готово. Итак, Германия, процент 98. Ну, ладно, я был близок. Допоснащение еще заканчивается. У меня заканчивается бронетранспорт, автотранспорт. И еще и допоснащение. Истребители по минусам. Легкие танки. А, кстати, легкие танки нужно перевести в средние танки. Да, сейчас я очень сильно поубивался. Мне придется постоять после Германии. Но это сделаю я уже за кадром. Давайте. Здесь мы закончили. Сейчас войска сюда вот подойдут. Мы тут немножечко еще поназахватываем. Ох, я еще и дивки потерял. Немножечко сейчас поназахватываем. Германию тоже заберем. Я постою за кадром, подкоплю снаряжение да технику. И в следующей серии мы уже с вами закончим эту войну с осью. И будем думать, что нам делать дальше. Потому что у нас же еще здесь есть союзники. Война с которыми будет очень даже быстрая на самом деле. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Скачайте моды на русском языке. Наши группы вконтакте. Пишите там вопросы на стене. Или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик. Ну вот, кстати, Германия уже все капитулировала. Ну что ж, с вами был Эмбро. Спасибо большое за просмотр. До встречи.